Егор Додон, оляк-президент, вышел с оляко-отчетом. С отчетом он вышел сегодня, но всю прошлую неделю раздают отчеты по стране. Я хочу проинформировать всех внешних партнеров, все граждан страны, руководство ЦИКа, куда мы официально обратимся, его ворок, жюриште Акума Сен-Тейси, при Гатяском аэропорте, значит, вот этот отчет всенародного, мало того, что он врет, он самый большой лжест в истории страны, да? Значит, вот эти байки, я по ним выйду и отдельно дам пресс-конференцию, но просто человек врет, всем он дарит дороги, поднял зарплаты, пенсии, победил коронавирус, короче, только засуху не победил, всех остальных Додон тут победил. Но я хотел сказать о другом. Еще не началась официальная предвыборная кампания, а Додон и партия социалистов уже занимаются фальсификацией. О чем я хочу сказать? Значит, вот все политические партии, вот у социалистов есть газета партии социалистов. Значит, эта газета является, во-первых, первым нарушением спецвыпуском газеты социалистов. Додон не член партии социалистов и не председатель. Это нарушение номер один. Нарушение номер два, самое важное. Значит, эту газету Додон в нескольких типографиях Молдовы напечатал. И общий тираж газеты 800 тысяч экземпляров. Официально они провели всего лишь 45 тысяч экземпляров. Вот на Бельце Додон выделил 50 тысяч газет. На всю Молдову 800 тысяч. Официальный тираж 45. То есть, это говорит о том, что 855 тысяч газет Додон заплатил кэшам наличными. Все, которые публикуют сегодня газеты... Вот я взял нашу последнюю газету. Значит, на прошлой неделе мы заказали первый тираж. Вот написано, смотрите, 300 тысяч экземпляров. Когда мы их раздали, мы заключили еще один договор на 200 тысяч. Увидели, что не успеем раздать до конца недели, значит, переделали договор на 100 тысяч. То есть, вот смотрите, 300 тысяч тираж. Это то, что мы оплатили, как наша партия, на прошлой неделе. Плюс потом оплатили еще 100 тысяч. Дополнительный договор. Вы понимаете, еще не началась предвыборная кампания? А вы же помните ролики Додона, билборды. Билборды по 10 евро. Для всех стран стоит 250-300, для Додона 7, 8, 10 евро. Но вы понимаете, это вопиющий беспредел. И хочу сказать тебе, Игорь Николаевич, Додон и партия социалистов. Вы будете жить круглосуточно под микроскопом моим, через который за вами буду наблюдать я и все граждане нашей страны. Это нарушение закона. Поэтому мы обратимся в ЦИК и в соответствующие органы, чтобы приняли меры. Проверьте, пожалуйста, вот эти под миллион газет тираж Додона и почему они платят кэшем. Как это называется? Вы все прекрасно знаете. Это является прямым нарушением закона. И сегодня за это нужно привлекать к ответственности. Я ничего не сделал. И есть решение Европейского суда по правам человека. И нас сняли с выборов. А тут они делают, что хотят.